Всем щербет, дорогие друзья! Давайте представим ситуацию, что у меня сейчас ноль часов, да, по какой-то причине, ну, я надеюсь, что так не произойдет, и заново с нуля собираю свою коллекцию, имея, ну, плюс-минус ограниченные средства. Мы не будем советовать сейчас какие-нибудь Rolex, Odem RPG и прочее, я думаю, если у людей есть деньги на всякие люкс-часы, панира и прочее, они без меня разберутся, как формировать свою коллекцию, там уж советы особо не нужны, человек какие-нибудь одни часы полтора-два года выбирает. Обычные часы, если вы только начинаете формировать коллекцию, что обязательно должно быть в ней? По моему субъективному мнению, я не буду сюда включать какие-нибудь лимитированные серии, вот обязательно где-то вы смотрите, вы ищите на Алиэкспрессе какую-нибудь вот такую-то модель, нет. То, что доступно в широкой продаже обычным людям, и что, ну, прикольно было бы иметь у себя. Причем, некоторые часы я буду называть конкретно модели, а некоторые часы я буду говорить, что в целом неплохо бы иметь в коллекции, ну, скажем там, дайвер, да, который может быть разных производителей. И несколько таких вот маркеров поставлю, какого именно производителя лучше купить тот самый дайвер. Поехали! Топ я не делал, просто накидал списочек. Значит, первое, что хочется сказать, ну, конечно, нужно иметь часы Casio именно G-Shock, друзья. Почему G-Shock? Потому что это самая популярная линейка от Casio. Неубиваемые часы, признанные во всем мире Tool Watch, которые и в пир, и в мир, и куда угодно. И на рыбалку, и на охоту за дровами. Все, что угодно. И на каждый день можно носить. Стоят относительно недорого. Имеют всевозможные дизайны. Я, конечно же, если бы мне сказали, вот, одни G-Shock на всю оставшуюся жизнь. Что бы я выбрал? Ну, конечно, что-то, наверное, с солнечной энергией, либо с Bluetooth Connect, с там радиосинхронизацией. Возможно, выбрал какие-нибудь 5610. Что-то в классическом корпусе, в квадратном. Ну, или вариации на тему. Но, какие-нибудь одни G-Shock'и, даже если вы супер-убер-фанат механики, у вас должны быть. Они пригодятся, поверьте, для каких-то ситуаций, когда вы просто не думаете о том, что у вас на руке часы. Поэтому G-Shock по-любому должен быть в вашей коллекции. Если больше модный, стильный, молодежный, смотрите серию GA, цифроаналоговую. Если что-то строгое, классические 56-е корпуса, 29-е корпуса, 9-0-2-0 и прочее, прочее. Идем дальше. Я считаю, что в коллекции должен быть один скелетон. Ну, хотя бы, чтобы иногда можно было наблюдать, как работает механизм. Конечно, друзья, скелетон это своеобразные часы, потому что они призваны как бы хвастаться отделкой механизма. Ну, это в идеале, да. И изначально это удел дорогих часов. То есть, когда отделка мостов, полировка, вот эти все там женевские волны, полосы, синенькие винтики. И это все удел скелетонов, когда производитель выпячивает качество обработки механизма. В дешевых скелетонах нам просто делают дырку в циферблате, через которую вы можете наблюдать, к примеру, работу какой-нибудь стандартной миоты. Ну, в лучшем случае, скелетизированного варианта, как вот в этих Pierlanier Miota 82 серии. Но мне лично нравится втыкать на механизм, на то, как просто работает баланс, на то, как вот двигается ротор автоподзавода. Если вам не нравятся прямо уж скелетоны, то возьмите какой-нибудь Open Heart, где просто есть дырочка в циферблате, через которую видно, как работает баланс. Это очень успокаивает и мне лично не надоело. Хотя на часовых форумах не очень приветствуют часы с так называемой дыркой в циферблате. Однако, по моему мнению, скелетон, либо Open Heart, должен быть в коллекции. Едем дальше. Часы с третьим. К сожалению, в данный момент у меня нет в коллекции Luminox'ов или Tracer'ов, или часов Ball, или Tavatec. В общем, всего того, что делается с третьевыми колбами. Даже свой Carnival Neon, кажется, по-моему, так он называет, китаец, который сейчас, к сожалению, уже почему-то не выпускается с третьевыми колбами, я продал. И жалею, ребятки. Часы с третьевой подсветкой, неважно какого бренда. Это вам просто подарит кучу новых эмоций в темное время суток. Это невероятно крутая подсветка, абсолютно безопасная, которую видно всегда. Вам не нужно класть часы на солнце, чтобы они напитались солнечным светом, как в случае с люминесцентным покрытием. Вы просто поворачиваете руку к себе и видите, сколько время. Особенно круто, трите начинает раскрываться в долгих зимних сумерках, когда зрение уже привыкло в темноте. Они просто сияют и переливаются не то слово. Но это очень круто, друзья. Это нужно попробовать, чтобы понимать, как это работает. Конечно же, куда же без японцев, друзья. И Ориент 3 звезды должен быть в коллекции. Если у вас есть больше денег, вы можете выбрать любую механику от Ориент, которая является популярной и знаковой. Неважно, это Ориент Мака, 3 звезды, Ориент Рэй, Ориент Дефендер, Ориент Бомбина. Их есть куча. Вы просто гуглите на форуме популярный Ориент или заходите в профильные ветки и смотрите, выбираете. Ну, конечно, такой популярности, как у Ориента 3 звезды, наверное, нет нигде, в принципе. Но многие считают эти часы старопердунскими из-за излишне консервативного дизайна. Такое тоже есть, поэтому тут уж решайте. Но, как мне кажется, механика от Ориент по-любому должна быть в коллекции. Прямо так сказал, Ориент, как на рекламных постерах. Сводчи, друзья. Яркие, броские, подшортики летом, чтобы сидеть где-нибудь на шезлонке, попивая коктейль. Коктейль возле моря, либо не напряжно пойти в ночной клуб. Да и плюс история у часов-то имеется. Да и сборка, даже водозащита такая, которой нет ни у кого. Пишут официально 3 атмосферы, при этом заявляют, что в часах можно плавать. И все это сводчи, детище гениального маркетолога, назовем его так, Николаса Хайка, который буквально поднял всю швейцарскую промышленность с колен. Не в последнюю очередь из-за того, что выпустил на рынок массовый кварцевый пестрый дизайнерский продукт под названием SwissWatch. Или SecondWatch, как вам более удобно. Но эти часы в любом случае удивят даже самых любителей всего супер лакшери дорогого. Потому что они прикольные. Их коллекционируют. А сейчас добавили функцию во многих сводчах бесконтактной оплаты. Она всегда на пике технологий. А если хотите механику, можете взять Swatch System 51. Это революционный, одноразовый швейцарский механизм, имеющий 51 деталь. Запас хода около 80 часов. Пластиковый спуск. Ну, в общем, ребятки, бренд своеобразный. Может кто-то скажет, что это дешевая фигня. Но я немножко не согласен. Это дешевая фигня, в которую вложены такой задел технологий. Что позавидует даже некоторые более именитые, скажем так, бренды по качеству сборки. Собираются, кстати, полностью роботами на автомате. Вот. Имеют глухую заднюю крышку и неповторимый дизайн. Swatch, я считаю, хоть одни тоже должны быть в коллекции. Мы едем дальше. Seiko. Ну, как же без них? Друзья, самый мощный японский бренд, который имеет в рукаве такой козырь, как Spring Drive. Кинетики, Spring Drive, куча легендарных моделей. Тартлы, тунцы, различные самураи. В общем, даже слов не хватает, чтобы все это перечислить. Бренд с богатой историей, с невероятными знаковыми и легендарными моделями, которые сейчас переиздаются. Если у вас мало денег, вы можете купить себе Seiko 5, которая тоже обладает очень интересной историей. В них были внедрены 5 инноваций в свое время. И сейчас они являются одними из лучших по сочетанию цена-качество японских часов. Поэтому Seiko, там уж смотрите по своему кошельку. Конечно, можно посоветовать сразу King Seiko или Grand Seiko. Но тут уж нужно смотреть по, опять же, финансам, друзья. Потому что там Grand Seiko, бывает, стоят как однокомнатная квартира. Поэтому смотрите. Но пятерочку, я думаю, что может себе позволить практически каждый. И в любом случае, такой столб, такой колосс японского часостроения должен быть в коллекции у каждого. Тесо. Самый раскрученный швейцарский бренд, подвергающийся, с моей стороны, очень часто критике. Но, друзья, Тесо, я считаю, что молодцы. Ну, и Longin молодцы. И вообще, в принципе, все бренды Swatch Group молодцы. Но не у всех хватит денег на Longin. Поэтому я считаю, что очень нужно обратить внимание на Тесо, которое называется PRX. Это переиздание классики, у меня, к сожалению, нет. Возможно, я где-то наклянчу, наною их себе на обзор. Часы, которые произвели фурор абсолютно на всех часовых форумах. Из-за дизайна, из-за качества исполнения, который интегрирован в корпус. И я считаю, что, в принципе, если вам нужна Швейцария начального уровня, которая постоянно критикует. То Тесо PRX, это именно те часы, которые вы можете купить. И в кварцевом варианте, и с механизмом Powermatic 80. В котором, если я не ошибаюсь, уже металлический спуск, а не пластиковый. Но это еще нужно уточнить, поэтому могу ошибаться. В общем, одни Тесо должны быть в коллекции, как мне кажется, у каждого. Амфибии, командирские друзья. Дешево, сердито, мануфактурно, плексигласово, лампово. Но не точно, и иногда рукожопа собрана. Но тут уж каждый решает себе сам. Я бы не рекомендовал данные часы, если бы они у вас были единственные на всю жизнь. Потому что вы довольно легко и быстро истрапаете плексигласовое стекло. Но, возможно, вас не устроит точность данного калибра, который уже безнадежно устаревает с каждым днем. Но, невероятное поле для тюнинга, для замены того же стекла на сапфирчик, замены безеля на керамику. И циферблата на сэндвич, браслета на литье или меш. В общем, друзья, есть целая секта любителей этих часов. И мне кажется, что восток-амфибия или командирские должны быть в коллекции начинающего часомана. Сюда же я бы хотел, допустим, посоветовать что-то из буловы. К сожалению, тоже ничего не могу вам показать. Но это дочерний марка Ситизена. Которая обладает довольно интересной историей. И кварцевыми механизмами повышенной частоты. То есть, хайбит, такие как булова-префекционист, булова-мундвотч, лунные часы очень интересные. Вот что-то из этой серии я бы тоже с удовольствием сам имел в коллекцию. И вам бы посоветовал. Как и, в принципе, сам Ситизен. Очень интересный бренд. Не такой прям вот шикарный и огромный, как Сейка. Возможно, он чуть-чуть котируется пониже, как мне кажется. Где-то наравне с Casio. Хотя, или чуть выше Casio. Вот даже так. Где-то на втором месте я бы его поставил. Однако, там есть шикарные бюджетные дайверы коллекции ProMaster. Там есть шикарные авиаторы. И что-то из этого по-любому у вас должно быть в коллекции. И самая главная фишка Ситизена. Это, конечно же, Экодрайв. Технология питания часов от солнца. Не только от солнца, даже от зажженной свечи. Они будут заряжать свой аккумулятор и радовать вас точным временем. И секундной стрелкой, которая всегда на Ситизен, ну, по крайней мере, было у меня. Вот так вот попадает в метки. Также хочется сказать, что желательно иметь в сете, конечно, дайверские часы. Конечно, часы костюмные. Возможно, авиаторы. И кто-то, может быть, захочет, пойдет вот по вот такому развитию своей коллекции. Потому что, ну, не прикольно, когда у вас 5 часов и, скажем, все костюмники и ни одного G-шока. Или у вас все G-шоки и ни одного костюмника. Тут уж смотрите, как вы одеваетесь, какой стиль одежды предпочитаете. И вообще стиль вашей жизни. Более активный или более офисный и пассивный. А еще, под конец, я вам такую затравочку пущу, что китайские часики сейчас выпускают очень много интересной часовой продукции. Микро-бренды типа San Martin и iSOP, который делает турбион за 350 долларов. Поэтому вы можете посмотреть того же Дэна Гетатру, который постоянно пиарит на своем канале какие-нибудь китайские часы. И выбрать что-то за небольшие деньги, да с сапфиром, да с литым браслетом, да с дизайном а-ля Rolex, Панираи или Такхойер. И радоваться жизни. Вот такие дела, друзья. Обязательно напишите в комментариях, как вы формируете свою коллекцию. Что у вас есть уже в коллекции, а чего нет и что хотелось бы приобрести. Прожимайте ваши императорские лайки. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда.